Всем привет! До конца года в России закроются почти все дилерские центры, а автопроизводители наконец-то начнут продавать машины прямо с завода без наценок. Цены на авто упадут минимум в два раза. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас, за это в конце с меня не смешной анекдот. Уже сейчас некоторые нормальные дилеры в России, чтобы остаться на рынке, распродают автомобили по адекватным ценам. Их немного, но они есть. Посмотреть все горячие предложения вы можете перейдя по ссылке в описании. Выберите на сайте автоспот в поиске интересующий вас автомобиль и вы увидите самые выгодные цены в России на данный момент. Помните, автоспот поможет сэкономить вам деньги. Ссылку на автомобили с адекватной ценой я оставил в описании, пользуйтесь. До конца года в России закроются почти все дилерские центры, где когда-либо продавались или обслуживались автомобили. Сегодня в России насчитывается примерно 3200 автодилеров, однако к концу года их останется около 500 штук. А российские и китайские автопроизводители уже сейчас готовы продавать авто прямо с завода, без наценок. Ожидается, что цены на авто упадут минимум в два раза. Только за первое полугодие 2022 года в России было закрыто 200 автосалонов. Активнее всего сворачивали свою деятельность партнеры таких марок, как Cadillac, Renault, Peugeot, Jaguar и Land Rover. Сегодня часть автосалонов перепрофилировались на продажу автомобилей с пробегом. Но к концу 2023 года количество стоковых автотранспортных средств в хорошем техническом состоянии ожидаемо сократится. Еще одна проблема, подрывающая финансовую устойчивость автосалонов – это отсутствие централизованных поставок оригинальных запчастей. Китайский автопром резко увеличил свое присутствие на российском рынке с 8% в начале года до 25% к концу первого полугодия. И к концу года ожидается увеличение до 50%. В нынешних условиях сохранить свой бизнес в России смогут только крупные сетевые дилеры и те, кто изберет путь мультибрендовости, начав продавать автомобили разных марок и по адекватным ценам. Думаю, пришло время всем дилерам вешать замок на дверь своих автосалонов и идти куда подальше. Наконец-то все эти спекулянты побыстрее закроются и надеюсь надолго. Ждем, когда они разорятся и будет возрождаться новый авторынок с конкурентными ценами. Дилеры за 2020 и 2021 год увеличили свою выручку в 10 раз. Теперь сидят, в ус не дуют, жирка набили. Думают на нем протянуть, пока новая волна не нахлынет, уроды. Если государство не может решить эту проблему, решит параллельный импорт или продажи завода. Просто вдумайтесь, тот же Черри могут сейчас скинуть хотя бы 50% на свои машины и даже при этом будут в офигительном плюсе. Ну не мудакили? Ну и обещанная мною шутка юмора. Фраза с совещания. Мне кажется, было совершенно неуместно приветствовать коммерческого директора уважаемой китайской компании словами «Денисыч, ебаный карась». А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. Когда и кто первый начнет продажи прямо с завода? Давайте пообщаемся и подискутируем. И не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. И самое главное помните, что иногда что-то кажется красивым просто потому, что немного отличается от окружающих предметов.